Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ представляет А сильно с нас не спрашивайте. Мы за это не будем сильно смотреть, что вы там наверху делаете. И так оно продолжалось. Но дошло до карлмарксовской ситуации, когда вот там, сидя наверху, они все уже вокруг себя, как свиньи-бородавочники, повыедали. И остался капитал в виде самих людей. Вот теперь людей начали. Кого-то, как раньше, крепостных там открыли без висы. Вроде люди добровольно поехали куда-то сдаваться в наймы. Немцы для того, чтобы столько гастрорбайтеров получить к себе на родину. Вы же помните, сюда с танками заехали. А эти сами открыли, сами еще и за свои деньги поехали. Поэтому вот сейчас, так называемая точка бифуркации, когда люди окончательно поймут, что есть государство. То есть, не они ли сами это государство. И тогда в качестве владельцев этого государства они должны понять, что что это вы продаете мое имущество, я никому доверенности не давал. Или же скажут, в конце концов, нам действительно государство не нужно. Но вот удержать государство силами государственной машины, которая находится... Знаете, как молодые сейчас этого не знают, им просто непонятно эти... Бабушка Федора, вот она когда с посудой себя вела неправильно, посуда развернулась и ушла. Бабушка поняла, что без посуды некуда. Вот, коротко, если можно ответить, вот, если продолжить все прислевия, моя хата с краю, першим врагов встречаю. А как воно с плинным временем трансформировалось просто в моя хата с краю? То есть, я так понимаю, что когда была еще Российская империя, это было очевидно, что на территории Украины першим встречали врагов, там, кримских татар. Знаете, эти новомодные трактовки, першим врагов встречали, сюда была моя хата с краю, ничего не знаем. Вот это вот оно. А кто там кого первым встречает? Или кто кого? И там еще есть одна трактовка, моя хата с краю, что когда ходили, сколько, влада же менялась весь час в Украине. И когда подходили до кого, до крайней хати, кто у вас в селе сейчас стоит? А он на всякий случай говорит, моя хата с краю, я ничего не знаю. Будет ранок, я подивлюсь, какой прапор на цель Рады. Все, и никого не чупает.